Высшее образование – это довольно полезная вещь, но далеко не каждый может им грамотно распорядиться и приложить свои профессиональные навыки в нужном русле. В современных университетах не обучаю профессиям шоуменов и прочих артистов, да какое же образование имеют популярные российские певцы, юмористы и прочие знаменитости. Итак, кто забросил свой диплом и забыл о его существовании, зря потратив студенческие годы? Сейчас мы это и узнаем. Валерий Меладзе – инженер-судомеханик. Знаменитый певец и продюсер никогда не получал творческого образования. В свое время он закончил технический вуз, а именно Николаевский кораблестроительный институт имени адмирала Макарова по специальности судомеханика. Сценическую карьеру он начинает примерно в это же время. Гарик Мартиросян – психотерапевт. Влиятельный шоумен и телеведущий, прежде чем появиться на экране и плотно заняться шоу-бизнесом, окончил Ереванский медуниверситет по специальности невропатолог-психотерапевт. В отличие от подавляющего большинства публичных личностей, он честно отработал в медицине три года после университета. Илья Логутенко – востоковед, лидер и фронтмен группы «Мумий Тролль» всегда интересовался музыкой, но профессионально обучаться ей не рискнул. Он благополучно окончил Дальневосточный университет, факультет востоковедения и африканистики. Логутенко должен был развивать сотрудничество Китая и России на приграничных территориях, но не сложилось. Валдис Пельш – философ, мало кто помнит, но именно Пельш был одним из основателей легендарной рок-группы «Несчастный случай». В то время он обучался на философском факультете МГУ. В это же время он начал играть в КВН и пошло-поехало. Ольга Бузова-Георгав – знаменитая домушница, бизнес-вумен и певица до того, как попасть в ротацию телеканалов, обучалась в Петербурге на географа. Университет она окончила и диплом получила, но он ни разу и не пригодился. Ее телекарьера моментально пошла в гору с 18 лет. Михаил Голустян-Акушер – звезда КВН и комедий-клаб изначально планировал связать свою жизнь с несколько иной профессией. Среднепрофессиональное образование он получил в качестве фельдшера-акушера, именно он должен был непосредственно принимать роды. Также, со временем, он поступает в Сочинский институт истории и права, но диплом не получает. К тому времени он уже реализовался как шоумен. Геннадий Малахов с леса, никода популярный телеведущий в юности, не имел никакого отношения к шоу-бизнесу. Геннадий Петрович после школы поступил в училище и получил специальность слесарь-электрик. Также он активно занимался тяжелой атлетикой, в связи с чем поступил на заочное отделение Московского института физической культуры. К народной медицине он обратился из-за проблем со здоровьем, которые не смогла решить медицина традиционной. Затем стал ведущим авторских передач и писателем. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!